Итак, с вами Добгейм, начинаем мы новую кампанию во Виктория 3 за Испанию, но кампания будет непростая, мы испанцы любим золото, поэтому мы постараемся захватить всю добычу золота на карте. Это не так что и сложно, но и не так что и просто, потому что некоторые места бывают особо сложными, вроде как Аляску собрать у России, либо здесь где-то захватить золото, либо вот здесь в Австрии тоже пролезть. В общем-то будет чем заниматься. Наверное в самом начале мы поедем в Южную Америку, плюс в Южную Африку, скорее всего, и возможно куда-нибудь в Донете. В общем-то будем смотреть как что будет развиваться, но перед этим конечно нам нужно построить хорошую экономику, в принципе если какое-то легкодоступное золото будет доступно, то мы конечно же будем его собирать, может это в нашей экономике помогает. Вот, я ни разу не играл еще на Испании, так что давайте посмотрим что тут у нас есть. У нас олигархия, у нас расовая сегрегация и госрелигия, на самом деле это достаточно такое консервативное государство. Но у нас есть благотворительные лечебницы, это не так-то плохо. И у нас уже есть школа на самом старте, хоть и религиозная, но это без разницы. Главное, что они есть, потому что все равно эти вот уровни не повышают, нам просто нужно техи подкачать. Техи у нас очень слабенькие, очень слабенькие. У нас видите эмпиризма нету, идеалексики нету. Здесь еще много чего нету, надо будет очень много чего качать. Плюс у нас есть рабство, плюс у нас тоже все так себе. Так что давайте начнем, наверное, с рабства. Я, кстати говоря, думаю насчет того, чтобы просто вот здесь же правительство переработывали. Как бы если минусы делать вот так, по-моему, пока что нету. Вот, посмотрим как что будет. Возможно налоги на душу населения надо сразу же сделать, давайте так и попробуем. Нам нужно какие-то деньги получить. Увеличиваем немножко постройки и будем потихонечку расширяться. Плюс планировать куда-то вот, наверное, сюда, в Zulu, потом в R&E двигаться. Поехали. Я надеялся, что вот это вот прикол, это из-за того, что у меня там моды, да, стояли, которые не обновились. Но нет, сейчас я это официально просмотрел. Только один мод не был обновлен на Improved Automatization. Которое как раз таки вот авторасширение вот это вот улучшает, чтобы оно нормально работало. И нет, теперь уведомления все равно срутся, кто-то хотя бы работает, слава богу. Уведомления все равно срутся и удоверения все равно очень непонятные и странные. Кстати, вот R&E подчеркиваю, что-то там. Короче говоря, пардокс, как обычно. Смотрите, как очень быстро законы крутятся. Просто жесть. Невероятно быстро. 50 дней, господи. Как же это сильно сейчас. Как же стало проще, что ли, законы принимать, ну-ка. Ну да. Это они сказали, что они сделали систему апологичнее. То есть вы имеете в виду, вы сделали в 10 раз проще. Или что? Ну по ощущениям, да. Давайте дальше, наверное, в профессиональную полицию. Надо от наших землевладельцев власть забирать, чтобы потом запретить рабство. Что надо постепенно удар с ударом по ним наносить. Сделали мы нормальные налоги, давайте сразу в профармию. В профполицию, точнее, извините. И можем еще стройку поднять. Реально, типа, что они думали, что вот так вот делать невыгодно? Нет, это нормально. Но просто эта скорость, это какое-то безумие. Потому что, смотрите, отсюда у нас минус 50%. Отсюда минус 22. В итоге имеем просто какую-то нереальную жесть. Просто нереальную жесть. Ну вот, и уже 50%. У нас 36-й год, еще не заканчивается. Мы же сейчас вторую реформу уже проведем. Так, инструменты мы достроили. Теперь жестко начинаем строить железо, потому что у нас за железом некоторые проблемы. Ну ладно, вот сейчас нам прокнуло в минус, да? У нас, видите, у нас шансы на плюсовый результат намного больше, чем на минусовый. Так что, я думаю, это все еще выгодно держать просто всех подряд. Ну вот нам, конечно, должны накидать неприятных ивентов, но я все равно верю в успех. И не зря я верил. Вот, все. У нас январь 37-го, у нас уже второй закон принят. Ну это просто как будто какая-то шутка. Так, у нас здесь уже и так все отлично стоит, да? Цензура из лицензина. Давайте попробуем вот это сделать. Но, видимо, не сможем мы это сделать. Слишком мало. Слишком мало у нас промышленников в правительстве еще нет, потому что они еще слишком слабые. Окей. А вот протекционизм бы сделать, но нет у нас ру, цел, фима. Ага, понял. Нету фондовой биржи. Давайте колониальная эксплуатация. Вот сейчас нам не пропнуло. Окей. Ну, бывает. Но, опять же, а есть ли смысл теперь отменять? Наверное, нету. Ну, типа, еще минус 20 в скорости. Просто посмотрите на это безумие. Разработчики, мне кажется, вообще не думали, насколько здесь что балансно. Просто один занимает 15 дней всего лишь. Ну, пошел уменьшаться, забавно. А, ну все, здесь уже... Ну-ка. Да-да, минус 20, минус 50. А, никто не хочет вообще его применить или что? Успех 0, рост 0. Дебата затягивания. Допустим. Все, нет, этот не приметится. Все, на нуле неэффективно точно делать. Хорошо. Вот это можем попробовать, да? Ну-ка. Давай, давайте запрет рабства попробуем. А, нет, смотрите, у нас следовало рабство. Они точно не хотят какие-то уже минус 20, да? Да, отменяем это. Ну да, пробуем тогда цензурой заняться, наверное. Это мы пока что еще не сможем так просто убрать. Ну да. Ну-ка. А, из первого раза оно принялось у нас прямо во время другого ивента, который я, кстати говоря, наверное, отклонил. Не хочется мне бюрократию тратить. И мы право собрания ввели. Теперь мы можем гарантию свобод поставить. Ну да, в чем проблема? Господи, эти реформы, это же просто жесть. Теперь. У нас появился эмпиризм. Протек он к нам. Давайте поставим себе вот это вот. А для этого немножко бюрократии надо поставить. Так что давайте это сделаем. А, кстати говоря, вот я сюда зулу хотел завоевать, захватить. Но они сами сдались. Отлично. Нужно продолжать дальше идти. Смотрите, нет, они не сдались за все это время. Блин, знаете, какой мод надо поставить? Мод на телепортацию армии. Вот какого мода мне теперь не хватает. Ну и вот мы захватили себе дополнительное золото. И гарантию золото приняли. Ребята, 38-й год, мы уже сменили раз закон. Сменили два закон. Сменили три закон. Сменили четыре закона за два года. Найс, новое правительство, парадоксы. Невероятно хорошо. И я думаю, знаете, что мы сделаем? Мы перейдем вот сюда, потому что это немножко ослабит аристократов. А нам нужно их ослаблять. И никто не против этого закона. Я думаю, он примется моментально. И вот мы как раз докачиваем все, смотрите-ка, двигатель. У нас, ну что, просадка по углю, по железу произошла. Мы вместе с этим по инструментам. И мы теперь можем увеличить нашу добычу. Золото, кстати говоря, в том числе. Пока что золото здесь мы не нашли, но мы еще найдем. И в Варане сейчас захватим. Отлично. Идем мы к железным дорогам обязательно. Потому что мы с ними можем нормально застраиваться уже. Сейчас покроем вот эти вот минуса. Плюс я еще, на самом деле, торговые пути уже позаказывал. Главное, что железо покупать стало очень невыгодно. Видимо, потому что мы начали уже достаточно производить сами. И вот это золото, оно теперь наше. Давайте-ка строительные сектора еще поднимем дополнительно. Потому что мы можем. Это у нас деньги тут слишком много в пул. ВВП тоже подрос. И нужно, ну, продолжать, не останавливаться. Британия поддержала этих парней неприятных. Что поделать, значит, мы просто их будем сейчас быстро давить. А, более того, мы можем попробовать Гибралтар забрать. Но я думаю, они сюда успеют войска притащить. Так что, скорее всего, без Гибралтара. А вот и голосуют землевладельцы. Сделан. Отлично. А вот теперь надо уже задумываться над правительством, получается, верно? Ну, скорее всего, да. И, кстати говоря, Изабелла, кого поддерживаете интеллигентов? Но нам на это плевать. Теперь, верно? От уровня влияния правительства. Теперь от голосов. Значит, нам нужны еще выборы. Теперь. Окей. Трансфальву мы захватываем вообще без проблем. И сейчас надо Гибралтар тоже. Пускай у нас как раз войска сейчас здесь закончат. Поедут туда. И мы там пробьемся. Так вот, произошли у нас выборы. У нас все еще все остались в правительстве. И все еще у нас есть легитимность. У нас в тот момент не было, видимо, из-за того, что городских голосов у них не было сразу. И землевладельцы, на самом деле, смотрите, подкачались даже. Потому что у них все еще много голосов. Окей, надо с этим что-то еще больше делать. Нужно монархию. Блин, вот с рабством бы разобраться, было бы приятно. Пока так не получится, я полагаю. И сюда, видите, с рабством не получится прийти в принципе. Я вот только думаю, вот это надо, наверное, да, сделать? Потому что это уберет у них влияние. Давайте сделаем долговое вместо наследования. Потому что это уберет у них влияние. И потом будет чуть попроще. Если говоря, образование подкачалось уже до второго уровня. Отлично. И вот мы сейчас будем биться за гидролтар. Ведь его все-таки стоит забрать. У нас очень много, и мы должны, да, без особых проблем их пробить. Хотя проблемы есть, проблемы есть. У них все еще огромная защита. Потому что у них тихие получше. Но я думаю, рано или поздно мы сможем пробиться. Плюс давайте-ка попробуем нашим флотом поучаствовать. У них тоже есть, но все-таки сделать налет на конвой. Возможно, они их не защищают, допустим. И там мы нормально налетаем на их конвой. У них предприятие минимальное. Сейчас должны задушить их потихоньку. Если говоря, у нас атаковали. А, мы их продолжаем бомбить. Че, все нормально. Давайте вот так. О, да, у них нет морали. И все еще они нас побежатят, потому что у нас не зарегененная армия. Господи. А я знаю, почему она не регенится. И нигде об этом не говорится. Вот это минус. Я забыл о том, что у нас бюджет низкий стоит. А на войне это очень жестко отражается. У нас на Кубе там революция произошла. Кубинское крестьянское восстание. Нужно будет туда высаживаться скоро. Как мы здесь закончим. И вот мы смогли просто их выбить. Сейчас одна битва. И потому что у них мораль кончилась. Из-за налетов на конвой отлично. Так, это окей. Можно теперь вот это вот обратно сюда. И нужно по-быстрому высаживаться вот здесь. И пробивать кубу. Опять-таки, надо сейчас хорошего генерала. Вот видим вот этого чела. Потому что было бы неприятно, если кубисус победит восстание. Очень неприятно будет. И мы, кстати говоря... Да, очень скоро дойдем уже до железной дорог. Выско успешная. И нужно будет сразу единственное. Сюда отправить еще одну армию. Давайте-ка. Надежда на то, что она успеет дойти. И не телепортируется обратно где-то в пути. А вот первая уже телепортировалась обратно. Вот я примерно про это и говорил. Надеемся, что она успеет доехать обратно. И мы успеваем буквально в последний момент победить. Там 95-97 было. И теперь надо, чтобы Британия сдалась и отдала нам договорный порт. Этот вот неприятный. И мы неплохо так начнем игре. Только у нас, видите, какой огромный расход денег. Это потому, что строительство стало дорогим. Во. Реально. А что, надо сносить строительный сектор, а лишнее получается. Сицилия предлагает нам вступить в их таможенный союз. Ну, как будто да. Нет. Вымоем, да. Ну, это, конечно, прикол. У нас еще и рейтинг больше. И мы смогли навязать в Британии наши условия. Теперь мы вернулись в Гибралтар. И это очень-очень солидно. Здесь мы, так сказать, говорят, тоже построили золото. Да, здесь теперь золото мы контролируем. Но, конечно же, это еще очень далеко от реального контроля золота. Нам еще захватывать, я думаю, теперь мы пойдем в Чили. Пожалуй, у нас так хорошо. Плохие отношения с ними. Давайте-ка вот так сделаем. И мы будем сейчас в Южную Америку потихоньку продвигаться. Война закончилась. Это значит, что мы можем вернуться к нормальным, в принципе, постройкам. Видите, у нас север обратно плюс. Но умеренно, чтобы из кредита сначала выйти. Строим еще так же себе свинец, стекло. Что с нехватка. И опять нам нужно подстраивать, на самом деле, железо. Так что обязательно застраиваемся. Скоро уже будут железные дороги. Мы еще с рынками порешаем вопросы. Потому что, видите, кое-где здесь у нас проблемы уже появляются. Допустись вообще 50%, потому что сидим и много всего. Хотя нет. Просто она не включенная и без инфраструктуры ей еще хуже. Видимо так. Появляются периодически эти вот уведомления, да? Новые игры. И в чем их проблема? Они тебе пишут обо всем в мире. И это реально сбивает с толку. У меня ивент. Типа, ну, вот это уведомление. Нашли золото? Я так думаю, о, неужели у меня нашли золото? Захожу? Нет, не нашли. Потому что я узнал, что в другой стране золото. Зачем мне это знать? Это не то, что мне должно вылазить на полэкрана вот здесь вот. Такая-то будет только моей провинции. А, кстати говоря, наш ВВП уже вырос, получается, сколько в два раза за это время. Достаточно приятно. Хочу я захватить Чили. Ну и, конечно же, британцы решили посунуть свой нос туда тоже. Что поделать? Ну, давайте будем захватывать Чили, а потом мириться на Белый мир с Британией, что нам остается. В России, тем временем... Ой, в России, говорю. В США. Кша восстали. И, судя по всему, теперь это и будет Кша. Все. Там 30 миллионов ВВП, здесь 4. Судя по всему, в США уже не вернется. Здесь слишком много. Принадлежит Кша. Они уже не в войне. Войны репарации от США. Все. В США теперь работорговцы. И теперь мы добавляем себе сталь. Моторные заводы, потому что у нас уже спрос появился на это все. И, ну, как я его зародил, сменив инструменты на них. Сейчас у нас еще будет ЖД. ЖД тоже будет требовать себе двигателей. Так, главное, чтобы нас не затроллили здесь. Но вроде все в порядке. И британцы вроде нигде не высаживаются. Слава богу. Все с этим хорошо. Давайте сразу нитроглицерин. И, судя по всему, чили мы себе присоединим. Будем параллельно с этим устанавливать себе колониальную нашу империю. К сожалению, пока что все еще без колоний. Да, надо бы это попробовать поменять. Почему бы нет? Шансы у нас на это неплохие. Сделаем себе правительство полегитимнее, чтобы быстрее все прокало. И будем верить во, что оно прокнет все достаточно быстро. Ну и все. Невероятно быстро мы навязали чили наши условия. И они просто сдались. А вопрос так, да, здесь я вижу, что с рынками проблема будет. Но это логично. Давайте-ка порты подстроим сюда. Верно. Вопрос. Порт эти не дают? Дают. Инфраструктуру. По 5. Окей. Так, посмотрите, здесь нужно 2 порта. Все правильно я сделал. Здесь нужен еще один. А здесь уже должно было хватать. А, анды дают еще минус 20, но... Инфраструктура-то есть, вы мне врете. Ну, сейчас еще порты сейчас достроим здесь. И, ну-ка, что по золоту? Золото тоже достроим. За золото у нас уже неплохо должно давать денег. Угу. Ну, вот так вот. 33, то есть золото дает 16 тысяч примерно. 18 тысяч примерно. Приятно. Только у нас здесь вот не очень приятный баланс на рынке пока что. Но вроде потихоньку будем исправить. Клиперов нужно очень много, кстати. Это значит, нам нужно много верфей построить. А, верфи сейчас невыгодные, потому что у нас двигатели умерли. Окей. Логично. Твердая древесина умерла, потому что ее никто не покупал. Вроде как, верно. Тоже давайте посмотрим. Нашу древесину. Нет. Надо просто построить больше. Окей. Давайте подстроим, значит, лесозаготовки. Причем желательно там, где есть пока что инфраструктура. Сицилия предлагает нам союз. Блин. В теории, в теории, можно было бы взять. Сицилия не такая слабая держава. Можно с ними посоюзничать пока что. Нет, торговое соглашение точно нет. И я бы вас забрал в свой этот таможенный союз. И Португалию бы я тоже бы затянул в союз. Но пока это невозможно. Мы еще не такая большая держава. А вот и есть колониальная эксплуатация. Поехали колонизировать, получается, теперь. Ну-ка, здесь мы... Да, здесь у нас малярия. Здесь, кстати говоря, малярии нету. Золотая лихорадка. Все, конечно же, знают. И будем сейчас нереально колонизировать все. Поехали. Франция кинула нам соперничество. Ну вы что? Я... Нет, не хочу. Я хочу дружить с Францией. Она сильнее меня. О, Италия сформировалась. И это наш союзник, да? Да. Тут приятно. Она, блин, как-то хреново сформировалась. Ну, допустим. Здесь, как обычно, берем технологии. Протекторатом. Ребята, ну вы что? Нет. Вы видели, сколько у меня экономика? Я скоро вас догоню. Какой протекторат? И экономика прям, смотрите, прям ожила. Уже 80 тысяч в балансе с тем же строительным сектором. У нас 31 тысяч уже инвестиционный фонд. Уже приятно. Можно еще, я думаю, не знаю, десяточку построить секторов. Забавно, что у нас самая населенная регион здесь, но где есть, там есть. Без разницы, кто там живет. Возможно, даже стоило бы это включить. Но не сейчас. Сейчас нам нужно колонии поднять, точно. И как пускай плюс бюрократии будет. Нам вот это вот сейчас не так сильно нужно. У нас с радикалами все более-менее нормально. Вообще, я думаю, на этом можно первую серию, чтобы подзавершить, так сказать, пилотную. Мы уже начали это вот золото, цвета нашей страны, так сказать, захватывать в Южной Африке, в Южной Америке. И это только начало. Золото будет становиться больше. Я, кстати говоря, периодически его здесь вижу, периодически теряю. Вот оно. Да, здесь еще куча. Смотрите, как много здесь можно еще захватить золота. Как много в Мексике еще можно захватить золото. Ух. Капская. Здесь, здесь, здесь. Ну, до России не скоро мы доберемся, я подозреваю. Но вот Южная Америка, Мексика, Океане. Все вот это вот вполне себе, вполне себе. Вот так что, ребята, с вами в итоге. Обязательно подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Все, как обычно. До скорых встреч. Пока. Продолжение следует.